Лето в этом году выдалось весьма необычным. Средние значения прошедших месяцев и немного из истории погоды прошлых лет мы выяснили, побывав в Печорской гидрометобсерватории. Жарких дней этим летом как таковых не было, но и холодным его назвать нельзя. Так в июне столбики термометров были всего на 2 градуса ниже нормы, а осадков было чуть больше привычных значений. Июль продолжил пока традицию июня, то есть сейчас по состоянию вот на сегодняшнее число у нас в июле получается, что среднемесячная температура может быть на 1 градус ниже нормы, но это не критично, это собственно вкладывается в среднем многолетнее значение. Но вот осадков выпало многовато. Критический порог не пройден, абсолютный максимум осадков в июле составляет 140 миллиметров и это было в 1998 году. У нас пока еще 100 с небольшим, порядка 110-120 миллиметров, то есть еще до максимума далеко. Июльская погода в этом году определяется многочисленными циклонами с несколькими центрами, которые располагаются на европейской и североевропейской территории России, поэтому наблюдается относительно теплая и дождливая погода. В отдельные годы, когда устанавливаются очень жаркая погода, тогда на нас оказывает влияние сибирский антициклон. Но, к сожалению, в этом году сибирский антициклон далеко и у нас вот продолжается дождливая погода. До конца месяца мы ожидаем сохранения такой вот неустойчивой погоды, потому что циклоны, к сожалению, с нашей территории никуда не уходят. До выходных дней мы могли насладиться теплой погодой, когда дневная температура воздуха превышала отметку в 25 градусов тепла. А начиная с субботы погода пошла на похолодание. Дневные температуры не превышают отметку в плюс 15 градусов, а ночью температура воздуха держится в пределах 10 градусов тепла. Самый жаркий июль был не так давно, в 2007 году, когда среднемесячная температура была порядка 21 градуса тепла. А по среднеклиматическим значениям в июле среднемесячная температура составляет 15-17 градусов тепла. А самый холодный июль выдался на 1997 год. Средняя температура тогда была всего плюс 10 градусов. Самое холодное лето в Печоре за историю наблюдений было в 1978 году. Тогда среднемесячная температура за три месяца летних, июнь, июль, август, была в пределах 10-11 градусов тепла. Это довольно холодно. А в 1993 году у нас было самое жаркое лето, когда все три летних месяца были жарких. И средняя температура за три месяца составила порядка 17 градусов тепла. Это даже теплее, чем обычно в июле. Белые ночи пока продолжаются, но день начинает стремительно укорачиваться, и долгота дня к концу июля уменьшится с 22 до 18 часов. Субтитры создавал DimaTorzok